Здравствуйте! Я Татьяна и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Я продолжаю свои старты. Сама их себе объявила, сама их и ваяю. Ссылка на первые два старта будет в инфобоксе. Вторым моим стартом были носочки-коротыши. Они у меня уже готовы, подсохли, связаны. Так что, кто молодец, я молодец. Ну, итоги стартов я подведу в отдельном, спасибо машинка, припипикала, видео. А сегодня мы поговорим о том, что же у меня за такой эдакий третий старт. Буквально недавно я снимала начало этого видео и выглядело оно так. Вот такая коробочка у меня есть. Замечательная. Мы сейчас ее откроем. Мы сейчас ее откроем. Мы сейчас ее откроем. Ты мне веришь или нет? Я тебе, конечно, верю. В общем, здесь описание шапки по QR-коду. Я ничего скачивать не буду. Буду из такой прекрасной пряжи вязать просто шапочку. Она не получится простой, так как пряжа непростая. Что мы без описания не свяжем? Вот такую шапочку запросто. Иголочка для сшивания, но она может не пригодиться. Может помпон пришивать. Спицы. Ой, не могу я маленькими вязать. Будем учиться. Это у нас 5,5. А на колыбочке... Ой, ну вот так вот возьмешь, вы знаете, просто... Ну как это сказать? Ну утонуть и не встать, честным словом. Такой вот мячик мягенький. Супер Кит Махер 62%, шерсть 26%, полиамид 12%. В общем, на 88% это прелесть приветствует. А полиамид тоже свое дело делает. Без него никак. И спицы здесь рекомендуют. Видите? 7-8. Почему положили 5,5? Начать. Надо начать. 50 грамм. 90 метров. Ой, ну такая уж прелесть. Ну такая уж прелесть. Слов нет. Одни эмоции. Как такой, знаете, снежный снежок. Снежный снежок. Просто в снежке играли. Color 237. Шикарный. Бело-серо-голубое. Но в руках держать одно удовольствие. Аж прям начинать вязать. Желко. Можете еще в коробочке полежать. Просишь же, свяжи меня. Как вот я отказать-то могу? В такой просьбе. Ну что, как-то вот так. В этом направлении мои думки, так сказать, двигались. А все почему? А потому что с этим QR-кодом не могла справиться. Но тут мне внезапно, неожиданно, приятнейшим образом, прям приятнейшая неожиданность, приехал сынуличка. А ему вообще у меня все по плечу. Так, радую только одно, что он с моих телефонов, ни с Honor, ни с Samsung, значит, не смог это считать, QR-код. Я тоже не смогла. Поэтому говорю, обойдусь без этого. Но зато со своего телефона все это легко и просто оказалось. То есть от марки телефона зависит. И перекинул у нас, запомните эту картиночку, да, на видео, которое, вот видите, мастер-класс, повязаем, отражается все что угодно, только не... Я надеюсь, автор не обидится. Ох, ох, как у меня коробочка-то, только цвет пряжи другой. В общем, в этом видео рассказывается, как связать шапочку. Она проще простого, это факт. И я не буду вязать по описанию, потому что там макушечка. Видите, какая макушечка? А я ношу немножко другие шапки, где резко заканчиваю макушку. Теперь мне стало понятно, что к чему и почему. Нравится мне пряжа от слова очень. Нравится мне простота изделия, не люблю навороты и всепродуманность. Думаю, для чего? Например, иголочка, думала сшивать изделие. Нет, прятать кончик. В этом ролике показано, что вот, значит, возьмите ниточку, да, и за счет иголочки спрячьте. Я-то прячу крючком, иголочка пригодится. Количество маркеров, причем один маркер одного цвета, он начало ряда отмечает, помечает. А еще маркеры, я их уже успела рассыпать. Вот он такой джутовой ниточки. Мне нравится этот стиль, прям нравится очень. Эти маркеры нужны для того, чтобы закрывать макушечку, обозначить сектора или как сегменты, клинья. В общем, наговорила. Одним словом, все очень-очень хорошо продумано. Ничего лишнего и все, что пригождается. Но мне вот эти маркеры не пригодятся именно в данный момент, а то пригодятся потом. И иголочка. Так еще ничего не нужно продумывать. Садись и вяжи. Спицы прилагаются. Другое дело, что коротенькими спицами лично мне вязать не очень удобно, но я привыкла. Связать я успела совсем немножко. Но даже этот фрагмент еще раз подтвердил прелесть пряжи. Попривыкла даже я к коротышам. Хотя все-таки под мои руки спицы полноценные, полноразмерные лучше. Но, конечно, что касается бесшовного вязания, никакого перебора лески, ничего. Сиди и вяжи. Здорово. Пряжи явно хватит. Наверное, на такой хороший заворот здесь и не рассчитано. Отворот меня поправляют. Отворот. Но на шапочку, как я люблю. Шапочку, резиночку просто. Это всегда пожалуйста. Вот такая. Мы сейчас даже еще посмотрим, когда клубочек заканчивается. Может быть, пряжа лучше смотрится. Я даже не знаю. Ватообразная. Облачкообразная. Ну, нежность нежная. Прелесть прелестная. Мягкость мягкая. Вязать и наслаждаться. В видеоописании предлагают набрать 64 петельки. Если я чего-то опять не попутала. Я же прибавила на 4 петли больше. 68. Но не очень люблю я, когда здесь прям вот большая у меня голова. И вот эти обтягулечки я не очень приветствую. Как-то мне спокойнее вязать. Пока еще не примеряла, но смотрю, что это то, что надо. Петельки-кривульки пусть вас не смущают. В видео ссылку я оставлю на него. Тоже петельки-кривульки. У меня единственное вопрос. 5 и 5 номер спиц положен. А рекомендуется, как я уже, по-моему, в начале вчера ролика говорила. 7-8. Ну, это может быть размер. Нумерация же разная везде. Не знаю, какими положено, такими я и свяжу. В конце концов, вариацию на тему никто не отменял. Здесь полное творчество. Я уж хочу воспользоваться всем. Даже кончики буду прятать иголочкой. А не крючочком, как я это люблю. Ну, приятно же. В общем, что смогла показать на данный момент, показываю. Простая резинка 2х2. Как я и хотела, так и в описании предлагается. Она тогда и с отворотом все резинкой будет. Но у меня без отворота. Просто маленькая такая складочка сзади. Я надеюсь, я ее быстренько довяжу. Просто сейчас уже тянуть нет времени. Ибо стемнеет. И потом даже цвет не проявится, какой есть небесный такой. Вот зимний цвет. Шапочка, конечно, хороша своей простотой. Шапочка Снегурочки. Но назову я ее, кстати, при распаковке по ссылке, здесь выйдет сейчас ссылочка. Добрый, милый, хороший фей. Спасибо тебе огромное за такой подарок. Я перевела название пряжи. У меня получил силовой шар. Шар силы. Сильный шар. Не знаю, но он действительно такой мощный шар. А шапочка будет называться мур-мур. Хотела сначала сказать шапочка Снегурочки. Потом думаю, мур-мур. Потому что прям не пряжа, а мур-мур. Конечно же, затягивать с окончанием процесса я не буду. И по возможности свяжу быстренько. Ну и в заключении покажу еще раз цвет поближе. Это, на мой взгляд, подойдет абсолютно к любому пуховичку. Укороченному, удлиненному. Джинсы, пуховичок и полный вперед. Также можно спокойненько подобные шапочки носить и с шубками, полушубками. Впишется тоже на ура, на мой взгляд, на мой вкус. Поддержит абсолютно любую шубочку. Нравится мне то, что получается. Очень нравится. Вот такой вот, но зимний. В жарище, который у нас стоит, этот цвет даже прям помогает. Пряжа тепленькая, а цвет помогает. Он охлаждает. Помогает справиться с задачей. Ну что же, вот таким он был. Мой третий старт. Все, пока лишнее я укладываю. И вернусь к этому чуть позже. Моя задача сейчас довязать шапочку. Показать ее в готовом варианте. И сказать спасибо трем стартам. За то, что, так сказать, встряхнули, всколыхнули мое вязальное болото. Именно это было целью. Про свои текущие процессы я, конечно же, не забывала. Просто слегка от них отдохнула. И с новыми силами возвращаюсь. Огромное спасибо всем, кто был со мной на протяжении и трех стартов, и вообще. Мне остается только поблагодарить и сказать. До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут. Субтитры сделал DimaTorzok